Все, Маш, мы в эфире. Друзья, всем привет. У меня сегодня в гостях Мария Асанова, город Урай. Вообще офигенный эксперт, фармацевт. И по продукту она у нас в команде одна прямо из лучших. Помогает нам составлять программы, разбираться. Я сегодня Машу позвала просто поболтать. Маш, я очень рада тебя видеть. Такая еще красивая сегодня. Просто куколка. Маш, знаешь, почему хочу с тобой поболтать? Дело в том, что ты для меня человек не новый какой-то. Ты человек, который со мной прошел огромный путь в Арифлейм. Восемь лет. Ребят, восемь лет Маша со мной была в Арифлейм. И выходила на хороший результат. На 18% да ты выходила? Даже ездили в Египет, летали на конференцию. Маш, и вот сегодня я хочу с тобой поговорить о том, как происходит становление человека, эксперта. И играет ли роль в какой-то компании находишься? Почему у тебя в той компании не получилось? Потому что после Египта ты сделала такой пике и больше назад не вернулась. То есть ушла. Да, и при этом ты не была ленивой жопой, ты никогда не сидела без дела. Ты, наверное, один из самых таких активных людей, особенно мастер-спамер. Да, вот мне прям очень интересно, потому что мало с тобой сейчас общаемся, но ты при этом очень круто растешь. Давай начнем сначала, вот прям вот как попала в сетевой. И просто поделись. И вообще про себя немножко расскажи. Расскажу давай сначала про себя. Я, как и все, наверное, многие, да, мама, как уже Лиля сказала, форма С, с довольно-таки большим стажем, более 10 лет. Но та мама, которая, ну, в каждом декрете, видимо, не сидится на месте. И всегда чего-то хочется больше, чем просто обсуждать пеленки и распашонки. Всегда хочется куда-то расти. Первый раз я в сетевой попала в первом декрете. Это был где-то, наверное, в 2011 у меня сын родился. В 2013 год, когда я пришла на спам. Просто на спам. Тогда этот метод был просто такой, самый, мне кажется, рабочий. Я пришла на спам. И, в принципе, на тот момент, взяв ноутбук в руки, я его вообще только приобрела. Я, кроме как вкрыл и выкал, не умела ничего. Онлайн-предприниматели. Да, онлайн-предприниматели. Я помню эти слезы, сопли, да, извините за выражение. Эту первую мою школу, когда нас там учили делать презентации. Господи, еще что-то. Я каждую ночь там ее вела, но я делала. Причем, когда я первый раз заэкстрировалась, как сейчас вспомню, заказала одну единственную тушь. Не проходила никакие программы, о которых мне пытались рассказать. И просто начала делать. У меня было 15 страниц в одноклассниках, которые потом за день у меня закрылись. Там 10 страниц ВКонтакте. И я просто действительно спамила, при этом училась что-то делать еще. Почему там у меня пошел спад? Да, я довольно-таки быстро выросла. Мы съездили на конференцию в Египет. Это первая менеджерская конференция 2015 года. То есть за два года, там даже меньше получилось, полтора года, я выросла на неплохой доход. На тот момент я даже открыла ИП, открыла свой пункт выдачи заказов. Как сейчас помню, у мамы дома у меня было по 50 коробок за раз с заказами. Ко мне все приходили. Работала за вхозом. Но при этом... Игрущиком. Да, игрущиком. Потому что иногда машины... Мы до такой степени были лояльны и пункт выдачи, что нам могла машина приехать 12 ночи, в час ночи. Они нам звонили, поймите, поймем. Вот как сейчас помню, зима, мы с мамой с саночками, частный дом. Вот вокруг этого дома с этими санками, потому что у нас вход за домом. И это, ну, конечно, свои трудности возникали. Долго у меня был пункт выдачи, даже когда я уже упала. Я там 6%, 9% обратно свалилась, вышла на работу. У меня мама выдавала эти коробки, потому что у меня постоянно такое чувство, я не могу бросить людей. Ко мне же город ходит, понимаете? У меня на тот момент в моем городе было ни одного партнера с моей командой, который получал заказы у меня. То есть ты обслуживала вообще других людей? Обслуживала других, они росли. Девушка, у нее пункт выдачи, я ей передала эту эстафету, она на тот момент открыла золото в моем пункте, грубо говоря, да, а я поэтому не росла, но вот грузчиком работала, больше я эту работу никак не могу назвать. Почему пошел спад? Ну вот сейчас, вот сейчас я уже могу понять, потому что, ну я действительно много работала, но на тот момент спам начал ходить. Ну, мы все спали. И такие, нас везде проездили, страницы позаплокировали, и люди не стали на спамы агировать, потому что iFlame это вообще заспамленная уже компания, я думаю, многие это, знаете, как сейчас помню, пишешь кому-то, а не iFlame и интим не придрогать. Ну, подожди, где-то на момент для женщин. Я помню, ну я этим спамом, когда они стали в личку писать в группы, у меня было по 10 новичков, помню, там одно время, ежедневно. Вот просто у меня тын-тын-тын-тын-тын, это получалось. Когда спам работать не стал, я такая, опачки. И могу уже, будучи в другой компании, признаться, продукт iFlame, он классный, но он не мой. Я абсолютно не умею продавать косметику. А как ты товарообороны делала? Как товарообороны? Ну, вот не в компании, а вот гелями для душа до сих пор пользуюсь, потому что... Ну, его делать надо. Господа, а уж я не говорю о том, что, ну, честно, как некой квалификации тот же Египет, думаю, Лиля тоже не даст соврать. Были добивки? Конечно. А потом, наверное, после этого Египта спродавала этот шкаф просто за бесценок, делая всем скидки. То есть я помню, у меня приезжала тетя с Новосибирска, она такая говорит, Маш, а ты зачем всем скидки делаешь? А она всю жизнь на рынке торгует. Раньше это спекулянты называли, а сейчас она часами у ней оптовые там закупки. Она говорит, ты зачем всем скидки делаешь? Она говорит, ну, чтобы баллы сделать. Она говорит, ты, говорит, как в анекдоте. Сидит мужик семечками торгует, идет мимо друг. За сколько, говорит, продаешь? Он говорит, за 5 рублей стакан. А за сколько покупаешь? За 5 рублей стакан. Ты чего здесь сидишь? Люблю шороха эхов. Вот мой бизнес в Арифрейме был как шороха эхов у этого мужчины. Я просто... Поэтому последний раз уже вот год назад, да, перед Новым годом я наконец-то научилась вести клиентский чат. И я думаю, ну, сейчас-то я вот начну. Я помню, мы с мужем большие заказы, много, точек, наверное, 15 заказов. И практически каждому человеку я везу одну тушь. Или там 2 туши для душа. Он на меня смотрит, говорит, Маша, ты практически всем делаешь скидки. Поэтому с одной туши ты что имеешь? А на бензин мы тратим. Я говорит, это в принципе, что дает-то? На тот момент, когда я ушла, я была на 6% и вот именно тот месяц, я запомнила декабрь месяц, у меня был доход 3000. Поэтому у меня было очень много заказов, у меня был большой ЛТО, что-то 600, что ли, с чем-то баллов. Из этих 600 баллов я заработала 3000. Даже сейчас не могу посчитать, сколько это в денежном эквиваленте. И поэтому, когда мой любимый наставник, да, в твоем лице, написала в чате, ну, вообще, честно говоря, последние годы в Айфлэн, я уже, ну, вот, я же мать Тереза, как я могла от Лили уйти? Ее же вот там в те годы тот бросил, этот, мы же там, я к ней в гости ездила, мы это обсуждали, я же не могу уйти. В тихушку там где-то смотреть чужие маркетинги я могла, ну, позволить себе уйти. И когда ты написала в чате, у меня прям за счет, я прям за сердце. Когда ты написала в чате, что ты уходишь, первая реакция была не поверила. Не поверила? Потому что мы... Нет, не поверила абсолютно, я такая, думаю, ну, Лиля тоже пошла вот этим путем, когда люди пытаются поднять какие-то просмотры там, да, на ее там и везде. Хрепануть, да? Ага. Ушла из-за... Да, да, да. Ты работаешь первый раз там 10 лет назад, а потом вернулась. Я такая, думаю, ну, что-то нет. Когда ты мне позвонила и это сказала, я уже много раз об этом говорю, писала у меня, как эти, несколько стадий. Гнев, раздражение, депрессия, принятие. Ну, как так? Я столько времени, ну, последний год-то точно работаю здесь только потому, что здесь Лиля, и я не могу ее бросить, а она берет и уходит. Даже не посоветовалась, да? Кто может себе такое позволить? Поэтому, и вообще я очень много лет, до сих пор у меня прилетает это в личке, что ты всегда говорила, что если сетевой, то только Айфлейм. Но я думаю, что это болезнь всех нас, Айфлеймщиков, что мы... Мне тоже прилипает. Мне знаешь, что пишут? Вилли, вернитесь в Арифлейм. Нет, мне даже пишут мои знакомые, когда они вот сейчас что-то... Ты что? Ты же всегда говорила, что там лучше Айфлейм не бывает. Ну, действительно, мы были все в розовых очках. И если вспомнишь наш первый разговор про сибирское, уже перейдем. Ты мне когда позвонила, я говорю, Лиль, Бады, это вещь непродаваемая. Да. Я тебе могу сказать, как фармацевт. Я тебе как фармацевт это говорю. Фармацевт говорю, куда ты лезешь? Зачем тебе это надо? Я, наверное, один из уникальнейших людей. Я не знала сибирское здоровье вообще. Потому что вот потом я поняла, что... Очень много людей не знали. Прям пришли и такие, а что это? О компании 27 лет? Да ладно. Ну, ладно. Ну, мне вот встречаются люди, которым я только говорю название сибирское здоровье, да, параллель. В Айфлейме либо интимы, не интимы, а Айфлейме. Здесь я только говорю, сибирское здоровье. Мне надо то-то. Угу. У меня все в нашем маленьком городке знают о сибирском здоровье. И, ну, я, конечно, сказала, что БАДы это непродаваемые, но я так была рада уйти из Айфлейм. Очень рада. Поэтому, в принципе, на следующий день после разговора я выдерживала паузу. Несколько часов я религну, давай. Ну, потому что все, я была хоть, вот думаю, ну, если даже, ну, хотя бы с Айфлейм уйти, потому что это болезнь, как я говорю, головного мозга, она под названием Айфлейм у нас у всех была. Мы реально боялись думать. А там продукт был для меня, да, незнакомый, а здесь, придя первый же месяц, я еще помню, что ты мне сказала, Маша, давай сейчас в декабре не будем регистрироваться, давай с января. Не гони коней называется. Ну, за первый месяц я на своем клиентском чате сделала продажи примерно на 30 тысяч. Я помню, как бы стартанула, у меня были вот такие глаза, алло, Маша, а как ты? А ты такая, а я не знаю, всем все надо, все люди. Всем все надо. Я вспоминаю сейчас мой партнер, да, Инга Рочева, когда я там в аптеке говорю, мне стало, во-первых, я, будучи 8 или 9, уже даже сейчас запутаюсь в Айфлейм, я всегда от всех скрывала, что я в этой компании. Почему? Мне казалось, что не знаю. Я всегда вспоминаю там наших прошлых спонсоров, они говорят, если вы каталог под подушки будете прятать, никто не узнает, я не хотела говорить. Потому что, ну, как-то эта компания вот себя, причем она шикарная, у ней шикарное качество, у ней там есть замечательные люди, да, мы очень дружные были всегда. Но почему-то люди, вот, скорее всего, из-за таких активных спамеров, как я в свое время, Айфлейм не воспринимали серьезно. И одни эти усмешки. Когда я пришла в сибирское здоровье, я начала первым, что я всем начала рассказывать. Помню, вот Инга идет мимо, что, в сибирском, да, корень мне дай, закажи. И вот, вот, вот так вот все люди окружающие. Как бы я такая, вау! Я понимала, что меня поддержала там моя мама, моя тетя. Вот я говорю, десятка примерно, потому что в первом месте я сделала 40 тысяч товаров, оборот, десятка примерно была. Наш заказ. Ну, как и у всех. Семья. Чуть больше. Себе взяли. Там сестру, это тоже моя семья. Вот, мои, вот они. И вот, 30 тысяч, это были просто люди с чата. А ты не помнишь, сколько у тебя первый чек был? Сколько ты заработала за первый месяц? 3400 с чем-то. Конечно, помню. Потому что я была в шоке. 10, 490, что ли, 10 тысяч, 90 рублей. Потому что когда, ну, я в принципе не рассчитывала. Я такой человек, 7 лет, знаете, лишь дала денег Квайфлэйн. С открытым ИП, платя налоги. ИП. Да, да, да. Налоги. Потому что я была, что люди там растут, но там растут, ну, такие прям трудяги. Я была в полном минусе там. Я говорю, гель до души до сих пор стоят. А их же, мы же за деньги брали. Все равно, да. Соответственно, я из дома, из кошелька там мужа вытягивала эти деньги, покупала, ну и все. А за это ничего, в принципе, не получала. Триндевство. Да, такая история. Слушай, Маш, давай, вот прям мне интересно, сейчас тоже, да, вот вопрос такой, многие задают, как ты сейчас работаешь? Почему пошел рост? Сколько у тебя чек сейчас? Так, как я сейчас работаю? Я все-таки, видимо, как больше фармацевт, работаю с продуктом. У меня есть мои бизнес-партнеры, там несколько девчонок пришли со мной с компанией с Айфлэйм. Были, да, там такие, особенно Оля, да, когда Маша, я говорю, мне сейчас рожать, в роддом ехать. Ну вот если зарегистрируешь, я не поеду. Ну и все, они были, кто за нами пошли. Ну и партнер с коллеги, с бывшей уже на этот момент моей работы, тоже девчонки за мной пошли. Рост был быстрый, работаю я клиентским чатом, продажами, эфирами. Очень здорово работают, очень сложно мне было перейти от угара, не выйти из зоны комфорта, но тем не менее люди смотрят, людям нравится. Как бы я вижу, что люди пишут. Ну вот, в принципе, у меня... Да, клиентские чаты, эфиры. А люди просили, вот бывает такое, что люди сами в команду просят цены? Ну, не буду, именно партнерами? Не, ну вообще просто вот карту оформить. Просто я хочу узнать подробности. Есть такой, входящий поток, я имею в виду, чтобы люди сами тебе написали, хочу заказать, хочу это, карту. Буквально вчерашний день мне пришло, вот я скрины в чаты тоже скидывала, человек шесть мне личку написали на заказ, плюс мне два человека позвонили, то есть, в принципе, сейчас у меня больше на входящий. Они мне сами пишут, сами... Ну да, я там в клиентский чат информацию скидываю, эфиры провожу, это понятно, что работа, но входящий поток у меня довольно-таки хороший, потому что продукт продаваемый, он всем нужен. Еще-то один. Ну и еще есть такие, что пишут, вот буквально мне прилетело, что хотят именно ко мне. Прям для меня до такой степени приятно, потому что, ну, потом на улице узнаю. у нас город очень маленький, 40 тысяч человек, когда еще маленький. Ну, мы все равно все друг друга знаем. Когда в аптеке стояло еще, там, да, могли зайти в опеку, о, так это вы, Маша, да, которую про сибирское рассказываете, там, да, а можно там к вам? Вот одна у меня девочка, она тоже сейчас терминацию ждет, потому что она там в Тюмени через кого-то заказывает, а я, говорит, хочу к вам, у вас же там всякие акции, то, ну, и все в таком плане, как бы люди все равно узнают, люди видят. Как это мы называем объявленность? Когда мы проявляемся, нас люди слышат и видят. Класс. Так и работают. По поводу чека, давай, знаешь, как только, скажи, какой товарооборот твоя команда делает, и сколько ты зарабатываешь, и на команду сколько денег, если помнишь, последний чек декабрь. У меня получается 200 тысяч примерно товарооборот, бизнес-тим 5 тысяч 22 рубля, 22 тысячи мой личный чек пришел, и сотни на команду. Могу сказать, почему? Кто-то на бизнес-тим 5 тысяч очень, намного больше зарабатывает, и мы это все прекрасно знаем, да, у нас от 20 до 50, извините меня, разве, у меня очень одна веточка такая прям сильная. Ну да, вот получается Людина и Ингина, там такие прям эти продаж, а вторые маленькие веточки. И вот это вот то, что правильное построение в сетевом, оно немножечко, конечно же, меньше, чем у остальных. Ну а в целом ты довольна такой зарплатой? У меня получается Инга, вот, я получила 21 с чем-то, 21 800, а Инга получила, она бизнес-тим 2 500, она получила практически 19. Практически одинаковая зарплата. Да, да. И получила, что, которая тоже получила, не буду врать, потому что сейчас не знаю, но и получается, что мы, она бизнес-тим 2 500, у ней классные продажи личные. Это, наоборот, 100 тысяч, 2 500, да, для людей объясняют, что это всего 100 тысяч товарооборот командный. И она практически двадцатку с него имеет к себе. Ну, мне кажется, ни на одной оффлайн-работе нам от товарооборота такую сумму не платят. Да, да, суммы классные, маркетинг очень щедрый. Маш, слушай, да, круто, спасибо тебе вот прям за историю такая позитивная. какие у тебя планы? Вот у нас сейчас только начался двадцать четвертый год. Куда ты засматриваешься, да, есть у тебя такой вот прописанный маршрут? Ага, Маш, нас так прервали на самом интересном месте. Продолжаем разговор. Продолжаем. Вот еще все-таки, да, вот все-таки скажи, что еще влияет на рост твоей команды? Если вы работаете без спама, если вы работаете, да, вот так вот чисто вот с клиентскими чатами, неужели реально клиентские чаты так работают? И можно научиться вот любому человеку? Можно научиться любому человеку. Это не обязательно, да, то сейчас по моему разговору могут подумать, что вот, ну, она фармацевт, поэтому она может этими клиентскими чатами работают. Потому что раскрыть продукты, эти все эфирчики, в чате же надо что-то писать людям-то. А если ты сам не совсем об этом понимаешь, я могу сказать так, у нас работают вообще разные люди, абсолютно. Вот начиная от мам в декрете, заканчивая врачами с 40-летним, стажем, которые, ну, вот абсолютно, и у нас для всех одни методы. В принципе, у нас идет, когда ты только приходишь в компанию, у тебя, конечно, идет знакомство с компанией, потом у тебя, у нас все до такой степени структурировано, что ты не получаешь, вот, были такие ошибки у нас в Айфлэме, особенно, поначалу, я и говорю, слезы мотала там на кулак, и не только, потому что вываливали все, и очень много. А здесь все поэтапно, то есть нет такого, ты заходишь, тебя поэтапно всему учат, да, ты попадаешь там в реалити, где тебе расскажут, что вообще-то такое клиентский чат. У меня есть такие, конечно, торопышки, которые начинают, зачем мне реалити, я и так знаю, что такое клиентский чат. Уже давайте деньги зарабатывать, да, а вот все-таки вот эти вот ступеньки, когда тебя реально всему учат и обучают, они очень, вот особенно простых людей, да, и все мы, в принципе, простые, да, многие из нас, даже эксперты с клиентскими чатами никогда в жизни не работали, в принципе, что-то такое, знают. Все понятно, все доступно, работа с клиентскими чатами это вообще самая первая стратегия, и по мне так она самая легкая, потому что научат все, какую запятую поставить и какую букву написать, а какую картинку скинуть здесь, а где здесь вкрыл-выкол нажать. Поэтому, ну, и обучение, вот да, у нас действительно, что здесь я столкнулась, у нас блоками идет обучение, все очень, структура выстроена так, что может, вот вчера буквально, да, с кем-то обсуждали, наверное, с вами на созвоне уже все в голове, да, что даже, в принципе, школьники, не школьника посадить, не помню, чья-то. Это я сказала, что можно делегировать даже детям в день отчата. Да, да. Тоже клиент сможет вести, даже школьник, а уж взрослый-то человек, неважно, каким он статусом по жизни, мама в декаде, пенсионер или еще кто-то, они тоже, конечно же, смогут это делать. очень много вопросов приходит именно от людей, кто в найме работает, Маша, потому что в найме времени много уходит на работу, а доход хочется увеличить, то есть людям нужны деньги на маленькие радости, и вот я прям рада, что ты как раз эту тему раскрыла, что можно даже просто вести чат, 15-20 минут в день уделять ему, даже ребенка посадить, объяснить ему, что где взять, куда отправить, и будет результат 10-15 тысяч, это 100% на маленькие дополнительные радости. Лайфхак для тех, кто в найме. Ребят, даже если у вас в найме все утыкано камерами, привет моим бывшим работодателям, в туалет вы ходите, ну, в течение дня, ну, грубо говоря, и чай попить, да, ходите, в туалете точно камеры нету, вы можете скинуть информацию в чат. Да, просто она готовая, то есть ты не сказал, что информация готовая есть уже. Да, она готовая, да, информация, даже если весь мир против тебя и тебе не дают, ты все равно в своем телефоне, лазишь в ленте, в эти минуты ты просто копируешь и вставляешь в чат, ну, немножко добавляя там уже, когда выше вы будете, с осознанностью себя, да, в этот чат, потому что живые люди, они все равно нужны. если мы, вот и все. Поэтому знайми тоже, возможно, сама оттуда. Самый интересный вопрос. Какие у тебя планы на этот год, 24-й год? Какое у тебя есть видение? Какой у тебя масштаб рисуется? Вот если сказать, вот вообще прям вот масштаб-масштаб, да, вот тут вот была на консультации у нашей Мариночки каток, когда она меня спросила, какую цифру видишь? Первое, что мне пришло в голову, потом я сама этой цифры напугалась, как это обычно. Ну, первое, что пришло в голову, 300-400. Ну, это круто. Да, круто. Я говорю, первое, что пришло в голову, я такая, да ну, да ну, ну, соточку бы хотя бы, ну, что ты, Маша, куда ты? Да-да-да. Ну, опять же, наши первые мысли, они чаще всего именно оттуда приходят, а потом уже на месте в кучу собираются, и типа, ну, ты одумаешься, где ты, где тариста, да? Поэтому вот, вот такой масштаб. Хочется, конечно, просто... Маша, это очень реально, это очень реально. Ты знаешь, я сегодня слушала как раз вот эфирчик один небольшой, и девушка сказала, что оказалось, что в течение года выйти на доход 300 тысяч, это оказалось очень просто. Когда она поняла, какие тут инструменты, она говорит, ребят, я даже быстрее, чем за год я вышла на эти деньги. Ну, кто-то и за два месяца выходит, правда? Знаем таких людей. Таких. То есть цель хорошая, и ты, я считаю, что ты готова к этому, и как наставник, и как эксперт, и как уже человек, который себя умеет позиционировать, и делаешь это открыто, и ярко, и получая обратную связь каждый день. Тебе люди доказывают, Маша, ты готова уже к таким свершениям? Я всё-таки ещё считаю, что во мне вот именно два сплюлось, понимаешь? Мало того, что у меня экспертность, потому что я расправляюсь в продукте, и действительно люди верят. Они к фармацевтам идут сейчас намного чаще, чем к врачам. Конечно. Ну, грубо говоря. Да, поэтому... А во-вторых, у меня есть ещё всё-таки восемь лет хоть какого-то, ну, сетевого. Не хоть какого-то. Мы очень круто прокачивались, учились, тренинги, работа с мозгами. А я о том, что хоть я там и не сильно выросла, но он у меня есть. И поэтому, видимо, сейчас люди ко мне и идут, они смотрят, что... Ну, она действительно в этом соображает, потому что, ну, как, вот эти вот два, это всё-таки таких прям пазлов, сильных достаточно. Представляешь, какая-то крутая Маша. Супер. Мне, понимаешь, может быть, я где-то там несколько месяцев назад даже представить это не могла, ну, потому что у всех у нас там самооценка всякая бывает, но мне мою вот эту вот крутость каждый день доказывают люди, которые вот пишут, да, из команды, которые ко мне обращаются, там, из социальных сетей, которые на улице останавливают, которые, ну, действительно, такие вот, посоветовать, и всё в таком плане. Потому что, когда к тебе идёт входящий поток, ну, это действительно круто, ты понимаешь, что если даже ты себя где-то немножечко думаешь, да, ну, что я обычная, а люди-то они видят, люди-то обращаются. Люди не обманывают. Люди не обманывают. Обратная связь всегда даёт нам очень много ресурсов. Как бы кому-то люди у нас не идут, у них сейчас огромный выбор. Скажи, да, зайди, введи, сибирское здоровье, столько лидеров выпадут. Ну, а тут как бы люди идут, значит, люди не обманывают, значит, действительно крутают. Молодец. Маш, слушай, я хочу сказать, мне сейчас очень приятно, что ты пришла ко мне в гости, и я очень рада представить тебя моим подписчикам, зрителям, людям, которые случайно увидят это видео. Я вам рекомендую познакомиться с Марией поближе, зайти к ней на страничку. Все ссылочки я прикреплю, отмечу Машу, да, можно и в группу будет к ней зайти и почитать её ВК, её посмотреть эфиры. И если вам этот человек отвлекается, нажимайте кнопочку «Стать партнёром» или «Клиентом» и идите к Маше в команду. Я вам рекомендую, потому что я знаю, что этот человек верный, преданный, честный, надёжный, и это эксперт большой буквы. И Маша себя ещё покажет, я не знаю, ну, Маша, ты как ракета. Ты одна из первых пришла, одна из первых стартанула. И я тебе очень благодарна за то, что ты вот сегодня рассказала. Это очень ценно, Маш. Такие люди, знаешь, ты вообще находишься от меня за несколько суток до тебя добираться, от Саратова до Урая. И настолько вот верный, преданный друг в твоём лице. Это что-то, Маш. Это круто. Я надеюсь на скорую встречу. У меня, знаешь, какая мечта есть? Приехать к тебе на вручение автомобиля. Я себе, когда прописывала план... Хорошая у тебя мечта. Да, у меня все мечты очень крутые. И знаешь, если мы о чём-то мечтаем, то это точно должно исполняться. И мы можем это исполнить, раз это есть у нас в голове. Поэтому мечтай ярко, мечтай дерзко. Я тебе желаю в команду таких же классных партнёров, как ты сама. И круче тебя, экспертов. И роста. И роста. Маша, тебе крутого роста. Спасибо за встречу. Тебе большое спасибо. Ты такой красивый и за всё то, что ты за эти долгие-долгие, уже получается, уже даже неприлично говорить, да? Лет 10, наверное, да? Наше знакомство ты столько дала, вот просто этого. Поэтому тебе тоже огромное спасибо. И я думаю, что мы ещё долгие-долгие годы будем встречать. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Всем отличного настроения. Спасибо.